Когда мы поговорим о мотивации, было бы очень неплохо поговорить о том, как игроки общаются. Ну, про грубость мы уже сказали, про то, что надо проговаривать, мы уже сказали, и достаточно неплохо группа тоже, да, вот все участники высказались, поэтому здесь я просто немножко обобщу. Поколение Y, для него жизненно важно несколько моментов коммуникации. Во-первых, их надо слушать. Идея перебивать Y, чрезвычайно плохая идея, она ломает ему все восприятие мира, она покушается на его базовые жизненные установки и воспринимается совсем не так, как и ксом. X, которого вы перебили, думает, ладно, я дождусь момента и все равно выскажусь. Y, которого вы перебили, думает, с тобой все понятно, вот, ты все, я вычеркну тебя из-за общения, ты не умеешь разговорить, и вам будет трудно потом убедить, что это не так. Y-ки склонны проговаривать все вещи ясно, четко и прямо. Да, с поправкой на пол, возраст, там, особенности воспитания и так далее, но в целом никакой проблемы в том, чтобы проговорить все, что составляет какую-то проблемную базу, до Y-ка нет. Y-ки любят разговаривать голосом, писать тоже любят и умеют, как бы, но, вот, любопытная история, вот, им нужен какой-нибудь типичный X, кроме меня, кто готов выступить в типичную X? Ну, понятно, вы удачной семье. Скажите, пожалуйста, любите ли вы получать голосовые сообщения? Вот вместо текста, смс и там еще чего-то, вам прилетает в компонент-мессенджер и голосовое сообщение? Нет, мне это не очень нравится, потому что бывает так, что не вовремя. Поэтому лучше, когда это происходит без личности. Это ответ типичного X. Я, кстати говоря, тоже в этом случае типичный X. Каждый раз, когда я вижу голосовое сообщение, я говорю про себя короткое русское слово. Достаю гарнитуру, подключаю ее, потому что я физически не могу сделать это вот так, взять просто смартфон и послушать при всех. Но вот так далеко моя толерантность не распространяется. Я так не могу. Поэтому, да, у меня есть гарнитур, я его вынимаю, включаю, слушаю, понятно. Но как бы далеко думаю, почему бы было не написать. Он вспоминает, ну, потому что это его. Ну, потому что вот так. Правда, я не считаю нужным подстраиваться под это. Уж если Y со мной коммуницирует в его стиле, то я считаю, что он должен воспринимать в обратную сторону мой стиль. Поэтому на все голосовые сообщения я пишу ответ в текст. И как-то это всех устраивает. Ну, во-первых, я прослушал, раз я отвечаю, значит прослушал. Во-вторых, все-таки Y читает, то умеет нормально, не хуже, чем X. И довольно быстро, если часто общаешься, складывается забавная история. Там голос, текст, голос, X. Я сразу вижу, вот это я отвечал, вот это мне сказали. Зато и памятник сам тренирует. Чем она не старческая, но все-таки уже тренирует. А это вот поразительное отличие от коммуникации Y. Мы были открыты. А что стесняться? Это рабочий вопрос. Какие проблемы? Возьми послушку, нажми к смартфону. Кому интересно, что ты там слушаешь. И в таких миллионах метров со смартфонами все что-то слушают. Чего ты стесняешься, X? Еще один важный момент коммуникации у Y, это гораздо более спокойное отношение к коллективу. О чем там? Попробуйте простую модельную историю взять. Вам надо покритиковать сотрудников. Если вы, вот перед вами четверо сотрудников поколения X, и вы им говорите, как руководители, значит так, дорогие ребята, коллеги, неважно, я недоволен тем, как вы работали, вы и это, и это, и это, и это вы запокапили, да, все это не сдано вовремя. Вот, кстати, ты, Вася, ты, Петя, как бы вообще совсем молодцы, в кавычках, и так далее. Как воспринимает это X? Как вы думаете? Я думаю, наберетесь как-то. А зря вы так думаете. Практически все X и любые формы коллективного порицания вообще никак не воспринимают. Ну, говори, как бы, да, ты когда до дела дойдешь, вызови меня в кабинет и один на один скажи. Вот это по делу, это я понимаю. А коллективное, то мы слишком долго сидели на кроссоверских собраниях и прочей такой вот истории, чтобы воспринимать всерьез коллективные воздействия. Все, что говорится для группы лиц, и сами воспринимаются к следующему образом. Это прелюдия. Сейчас он выговорится, пар выпустит, и если что-то есть по делу, он будет говорить один на один, в крайнем случае один на двоих. У Y ситуация обратная. Вот эта вот история, ну, иди сюда, давай-ка я тебе отдельно скажу. Не надо отдельно. Мы работали командой. У нас команда. Команда – это единая сущность. Если тебе есть что сказать, скажи это команде. Если ты хочешь нас разбивать на отдельные штуки, то брось свои эти гадкие манипуляции, да и работай, как положено работать с ИГ. То есть у ИГ нет аллергии на коллектив, на команды. И доносить позитивные и негативные свои истории до Y лучше до группы сразу, до той команды, которая принимала участие в работе. К похвале это относится точно так же. Да, вызванный отдельный похвали на Y, он, конечно, будет рад. Но вообще он скажет, вообще-то у нас команда. А нельзя при всех. А нельзя похвалить команду. И потом каждого в отдельности, но только не распуская их, а вот так, чтобы все слышали. Вот. То есть коммуникационная модель Y значительно более эффективна. А все вот это создает довольно большие сложности в общении между X и Y, если X и Y этого не понимают. Я не склонен здесь вешать ответственность за коммуникацию только на X. На нас и так много чего повешено, но, дорогие друзья Y, вам тоже очень неплохо изучить особенности восприятия X. И хотя бы для того, из чувства самосохранения, для того, чтобы понимать, что если шеф уколения X вызывает вас ругать или хвалить отдельно, а вам это не нравится, ну так вы не молчите. Используйте принцип ассервативного поведения. Спокойно, без нажима, без руганий скажите ему, босс, мы не так немножечко работаем. Ну давай, пожалуйста, команда, да? Нам это правда очень важно. Это не очень просто, ну вообще в жизни не все просто, но вполне достижимо. Я вижу в зале здесь нескольких людей, которые сталкивались с этой проблемой, я достоверно это знаю, и вполне успешно верешили. Вот, поэтому я знаю, что это реальная история. Y может достучаться до X, если он, а, будет спокоен, B, последовательный, и B все-таки хочет достучаться. Я правда знаю историю, когда достучаться не удалось, потому что если X во что-то уперся, то это иногда бывает фатальная история. Вот, тогда проще уволиться и искать счастье где-то в другом месте, благо этих других мест много. Вот, ну, тогда это превращается в проблему X-ового водителя. И да, он будет говорить о том, что нельзя на них надеяться, эти Y-ки, ну, это такой весь обычный текст. Но, если вы X и текучесть кадров у вас высокая, а вы не ставили себе это цель, вы не собирались устраивать какой-то такой бесконечный поток кадров, да, вы хотите именно работать, а люди уходят. Но не надо вешать все на поколенческие особенности Y-ка. Вы себе покопайте на зеркало, купите, куручу пригласите, вот, поговорите с другими такими же боссами, как вы выясните, почему так. А то что тут выяснять? Потому что вы не создали коммуникационную среду, ту, которая нравится Y-кам, а Y-ки без коммуникации не хотят работать. Для них это важно, чтобы коммуникация была выстроена так, как им нравится. Они готовы идти на компромисс, если вы явным образом скажете, я понимаю, как вы взаимодействуете, но у нас тоже есть некоторые моменты, давайте договариваться. Здесь по-нашему делаем, здесь по-вашему. Тогда, а просто диктовать условия, а у нас вот так принято в компании, ну, хорошо, тогда я выйду из вашей компании. Вы что думаете, а тут умирать буду, что ли за ваши дурацкие принципы? В этом все. Возможно, вам Y-ка этого не скажет, но точно подумает. Именно таким образом. Почему X-ы не хотят понимать Y? Почему не пытаются даже этого сделать? Давайте спросим Y. Как вы думаете, чужие такие упёртые? Мне кажется, что сильно связано это с моделью закрытой коммуникации. Что это связано в первую очередь с тем, что не привыкли говорить. Ну, и для баланса точка зрения X-а. Как вы считаете, почему Y-ки такие? Мне кажется, что это извечная проблема отцы и дети. Она всегда была. Возможно, это же у нас действие было. Ну, кроме того, что отцы и дети. Мне ещё кажется, что X-ы так защищаются. Ну, то есть это такой механизм защиты. Что именно механизм? Ну, например, если они не понимают что-то или не согласны, им проще вот так вот защититься. А от чего? От новой информации, от другой точки зрения. Хорошо. На самом деле я согласен. Я там за дуночего спрашиваю. Я просто... Но в целом X-ы иерархически выше. У них больше власти для того, чтобы не согласиться и не выслушать. Да, это тоже одна из причин. И она... Её трудно игнорировать. Это правда. Тоже предположение об X-ах, о том, что они сложнее воспринимают какие-либо изменения. И когда Y-ки приходят со своими условно проблемами, предложениями, изменениями, X-ы смотрят на это, как мне сейчас придётся приложить какие-то усилия к моей устоявшейся системе и что-то опять менять. А мне и так нормально. Вот так. Слушайте, какой мудрый, чёткий замечательный. Больше того скажу. X-ы вообще в среднем гораздо больше боятся изменений, чем Y-ки. Вот. Не потому, что они старше. Потому что это чисто покаленческая особенность. Я, кстати, именно поэтому, как коуч, значительно более спокойно работаю с Y-ками. Если Y-ка решил что-то поменять, то он приходит, и он настроен что-то поменять. Он понимает, что это может быть непросто, что ему придётся приложить усилия. Но сам по себе факт того, что будут перемены, ну, ладно, вот так они всё время бывают. А с X-ами достаточно большие усилия до ещё установления помощи позиций уходят на то, чтобы X сам с собой договорился и перестал, наконец, бояться изменений. И это даже не консерватизм, это реально временами протекает просто страх изменений. Вот. Не надо мне ничего говорить, я всё понял, да, вы предлагаете хорошую вещь, только я оставлю всё как есть, потому что вот этот вот мой маленький мир, моя компания, которая уже 19 лет функционирует на этом рынке, и, слава богу, пока не разорилась. Ну и далее по тексту. Боятся? Боятся? Боятся. А скажите, когда вот поколения тех, кто были перед нами, наши родители, и те же проблемы были, они не были. Мир, мы не полезем к поколениям, которые они были, они вообще другие, да. А может быть поколение Иг, когда оно достигнет определенного возраста, тоже уже появится консерватизм? И оно уже не очень будет слушать следующее поколение? Я вот к чему понимаю. Консерватизм появится, а слушать будут. Модель не меняется. Поколение родителей Иксов, поколение Бэби Бумеров, а вообще другое. Ну сейчас просто совсем, да, в формат не помещается, но оно очень сильно контрастирует. Кстати, им гораздо проще понять Игорь, как и Александр. В каком-то смысле Иксов крайне своеобразное поколение, не всегда позитивно своеобразное. Надо им это учитывать. А в частности, это очень хорошо видно вот на этом слайде. Первая стандартная типовая реакция Икса на что бы то ни было, это попытка обесценить то, что ему сказано. Она не обязательно выражается в виде обесценивания такого полноформатного, да, там вот такого опускания. Она чаще всего выражается в переводе все в некий стиль ерночества, дурацких шуточек, неуместных остров, снижения пафоса событий. Приходит Игорь и говорит, у меня есть отличная идея. Ха, ну да, ну это восьмая отличная идея за сегодняшний день. Хороший пример обесценивания, да. Вас кто за язык тянул, господин Икс? Говорит, что это восьмая идея, даже если это восьмая идея. Почему бы просто не сказать, расскажи о своей идее, а потому что это своеобразная защитная реакция, потому что это стиль, да, это такой дворовый стиль, да, вот этих иксов, когда каждый из-за себя надо доказать, что ты здесь имеешь право на что-то. Когда ты приходишь после института работать, и первое, чем встречать Икса, это фразы «забудь все, о чем у тебя учили в институте». Это тоже обесценивание на самом деле. Оно впиталось, оно очень часто у меня проявляется именно вот так. Игреки, в смысле сложности в коммуникации, не уж, не надо, вот вы так улыбаетесь, да, какие они иксы, тут сейчас всем останется нормально, так вот, это для баланса. Игреки зато склонны обижаться. Для иксов вообще обида не то чтобы нетипичная реакция, но скорее она такая, она близка к табуированию. Я уже даже не буду пословицы там приводить, что делать с теми, кто обиделся и так далее, вот, но это же иксовые пословицы. Для иксов обида – плохой вариант реакции. Тех, кто обижается, не уважают. Тех, кто обижается, они теряют резко в иерархии, в социальной группе. Поэтому икс, он даже если обиделся, он старается не показывать это, а переводит это в какие-нибудь другие формы общения. Игреки, как нормальные, как они считают люди, не стесняются демонстрировать обиду, честную, открытую обиду. То есть, если Игрека разозлили, он говорит, я разозлен. Если Игрек обиделся, он говорит, я обиделся. Я имею право на эту эмоцию, и я ее демонстрирую. А правда, Игреки, как поколение, немножечко гипертрофировано, обидчивые. Но это нехорошо и неплохо, это факт. Обижаются раньше, чем иксы. А вслед за обиду у них невиданно наступает разочарование. Ты меня обидел? Я в тебе разочаровался, не о чем с тобой говорить. До свидания, я пошел в другую компанию, а ты вообще в другую отрасль. Поработал я шесть раз. Четыре раза. Как я не знаю, в гостиничном бизнесе, да. По волонтере, неодважно, в каких-то фондах, все они там одинаково заносили. Короче, фигня это ваша благотворительность. Я лучше пойду делом заниматься. Либо сам какой-нибудь благотворительный стартап посуду, чтобы не было там давно этих начальников иксов. Либо вообще, правда говорят, ерунда это все, ваша благотворительность, пойду какая-то реальная работа заниматься. Например, так. Или не очень реальная, но все равно по этому. Что можно с этим сделать? Можно ли исправить икса, можно ли исправить икса, можно ли исправить икса? Как вы считаете? Можно уже следующий сайт. А следующий сайт не проект. Нельзя, можно исправить нельзя, но нужно просто сработать систему. Да я бы даже слово «наверное» убрал бы отсюда. Но нельзя переделать себя. Это нужно просто учитывать. Нужно просто как факт принять. Да, если вы приходите к иксу начальнику, с большой вероятностью, если он не тренирован, он вас перебьет на первой-второй минуте, скажет, мне все понятно, давай короче. Он будет шутить иногда довольно резко. Он будет как-то вас подкалывать и так далее. Это нормальная модель поведения для него. Если она для вас ненормальная, лучшее, что можно сделать, начать с ним говорить. Именно так и говорится, что мне это неприятно. Можно ли поменять манеру? Пожалуйста, не говорите со мной так, говорите вот так. Но спокойно, без истерики, без надрыва, стель-бай-стель, доносить свою точку зрения. В обратную сторону тоже. Если вы икс, и вы хотите нормально работать с икс, примите как факт. Игреки легко обижаются. Игреки на дых не выносят всех этих дурацких ваших шуточек, подколов, взятий на слабо. Они хотят более ровного, более открытого, менее эмоционально напряженного общения. Больше фактов, больше похвалы за то, что сделал хорошо. Больше критики за то, что сделал плохо с объяснением. Ты сделал это плохо, поэтому вот лучше бы ты сделал это так, так и так. Учти, пожалуйста, на будущее. Это нормально слышится. Игреки склонны обижаться, не зачаровываться. Иксы склонны обесценивать препятствий контактов. И для нормальной коммуникации это можно просто знать. Это не лечится.